на дворе вторник 11 октября а у нас очередная трапеза духовная тема размышления на сегодня дух возвратиться к богу это библейское утверждение которое нужно правильно обсудить понять переосмыслить чтобы не было замены слов в этом выражении а именно душа возвратиться к богу помним друзья что священное писание это самая логичная книга на земле я в этом убедился многократно и вас призываю убедиться не поверить на слово но вникнуть давайте сразу же к этому выражению которое мы прочитали из экклесиаз главы 12 стих 7 задим вопрос а если человек который всю жизнь провел безбожно и умер как безбожник с хулой на устах или с проклятием в адрес бога вот он умер его душа вознесется к богу наверное нет даже в свете тех заблуждений которые существуют в рамках верований даже христианских так не происходит обычно люди хотят справедливости и там за порогом смерти поэтому говорят хорошие люди идут к богу плохие идут куда-нибудь к бесам вопрос если библейское выражение говорит о том что дух вернется к богу она универсальна так получается все идут к богу знаете есть хитрые заблуждения которые говорят да действительно все но через чистилище то есть пройдут очиститься где-нибудь уже за порогом смерти все равно все спасутся интересная мысль но она опять же не библейская еще раз давайте убедимся что же говорит нам этот текст экклесиасты глава 12 7 мы посмотрим на него ну уже как бы в деталях вообще о чем говорит соломон в этой главе он призывает с первого текста о том чтобы человек помнил создателя в одни юности своей и потом говорит придут тяжелые дни о которых ты будешь причитать или роптать это дни связанные со старостью и там описываются в текстах как выглядит эта старость а вот 7 стих а 7 стих уже говорит о смерти и возвратится прав в землю чем он и был а а дух возвратится к богу который дал его мы вспоминаем бытие вторую главу стих 7 где сказано что бог дал дух дыхание жизни поэтому слово душа которая якобы возвращается к богу и вообще куда-то летит перемещается неуместно использовать закрепите для себя это навсегда дух возвратится к богу но это дыхание душа которые вот есть человек она живая она никуда не идет потому что как только у нее забирается дух или забирается тело она просто перестает быть дух находится также или дыхание жизни находится в животных когда животные умирают тот это энергия жизни тайна жизни давайте здесь скромнее говорить то есть мы до конца не можем эти вещи объяснить потому что сам господь есть дух так вот у животных это дыхание жизни она тоже уходит к богу экклесяст об этом сказал является ли этот дух некой личностью сознательной нет кто-то скажет но бог ведь дух и он сознательная личность бог да потому он и бог что он не нуждается в теле он не в храмах живет не в теле живет он такой это феномен как мы его объясним ангелы тоже нечто непонятное для нас а почему для нас непонятно потому что мы как существа живем только в теле и все что вне тела нам до конца не может быть понятно потому что мы сами никогда не были вне тела и не будем вне тела это аксиома давайте ее вот так воспринимать как аксиом человек есть душа живая дух у него есть он этот дух может потерять но при этом сознавать эту потерю видеть себя со стороны и прочие вещи это не есть правда жизнь кто-то будет говорить а вот где-то наблюдали взвешивали тело кто-то чувствовал себя вышедшим из тела и потом это рассказывает и так далее опять логика тот кто вышел из тела видел себя и все это сверхъестественно ощущал молодец уважаем все но когда человек говорит он говорит это в каком состоянии в живом умер ли этот человек нет если он испытал какую-то разновидность смерти это не означает что он умер потому что он жив и он с вами общается и рассказывает вам какую-то сказку чаще всего чаще всего человек рассказывает свои переживания в момент клинической смерти или еще какой-то там на пороге смерти он рассказывает это подкрепляя уже имевшиеся у него ранее убеждения то есть если человек имеет библейские убеждения знает четко писание знает природу человека знает судьбу умерших он не будет видеть видение при клинической смерти или при каких-то там испытаниях связанные с выходом из тела с полетом в другие миры с какими-то откровениями которые противоречили бы библии понимаете то есть сначала у людей формируются при жизни убеждения относительно смерти относительно духа души и так далее а потом когда вдруг возникают какие-то потрясения жизненные то эти убеждения они всего лишь обостряются они утончаются они смазываются работой мозга и чем мозга человека до сверхъестественной какие-то картины сверхъестественные думается что это господь дал откровение нет это тайные способности нашего мозга вы сны свои анализировали вы могли бы то что вы видели во своих снах сами себе придумать зачастую нет и поэтому иногда просыпаемся вот в такой состоянии в трепете в холоде в жар нас бросает почему во сне такое увидели и думаем от кого это если мы будучи живыми во сне получаем супер какие-то откровения не всегда они от бога они просто порождение нашего ума могут быть то что говорить о состоянии клинической смерти когда душа но просто грубо говоря и колбасит наш организм тело сознание душу вот как живого человека его лихораде до агония смертельная проживается что-то может продуцировать мозг да что угодно можно ли строить свое вероучение на основании того что тебе мозг в момент клинической смерти выдал тогда это не вера в бога тогда это вера в собственный мозг библии к религии это вообще ни отношения не имеет ты сам себя обожествил сам себе что-то придумал этого ты веришь вот в чем тупиковость подобных размышлений и доказательств друзья библия отправная точка нашего вообще мировоззрение понимает душа умирает возвращается в прах как и было экклесиаст очень хорошо отражает содержание книги бытие а дух который от бога изначально был как записал то моисеев книги бытие уходит к богу то есть спустя полторы тысячи лет вернее три тысячи лет от творения и лет 500 от моисея до соломона идея или мировоззрение не поменялось у них за 500 лет идея не поменялось а у нас тут сплошь и рядом все меняется поэтому друзья давайте запомним этот важный принцип наш дух дыхание жизни вернется к богу даже независимо от того хорошие мы или плохие делаем мы грехи или нет дух уйдет к богу но судьба души это важное и принципиальное явление поэтому наша задача чтобы наша душа жизнь наша она сохранялась при жизни нашей очищалась это и разум и чувства и мысли все 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 и у этой души был страх божий перед кем перед самим богом который может и душу и тело погубить в гиене огненной вот это ключевая но эту идею мы еще будем разбирать в деталях а сегодня хорошего вам пользования дыхания божьего которое у вас